Римному поверхности и солитону, естественно, было бы начать с определения римной поверхности, что я и хотел сделать, но передумал по некоторым причинам. Зато закончим мы эту лекцию с солитоном. Если вы дождетесь, хватит терпения, то вы увидите его. Почему я не стал давать определение? Потому что эллиптические функции — это мироморфные функции на Торе. Я мог бы дать определение римной поверхности, гламорфных и мироморфных функций на ней, но это было бы только обозначение. То есть фактически содержательно то, о чём я буду говорить сейчас, это будет описание пространства мироморфных функций на двух простейших риммановых поверхностях, а именно в сфере Риммана. Вот она. Это расширенная комплексная плоскость. Те, кто у меня слушал курс комплексного анализа, они уж точно это видели. Ну а те, кто не у меня, могут посмотреть. Это расширенная комплексная плоскость. Обычная комплексная плоскость вкладывается в С2 на гомеоморфно-двумерной сфере, вот как тут нарисовано посредством стереографической проекции. И вот это первое комплексное многообразие. Оно фактически изучается в курсе ТФКП. Всё, что нам про него нужно, в любом курсе ТФКП сказано. А второе это ТОР. Это фактор группы, аддитивной группы комплексных чисел по решётке. И решётка это вот такая подгруппа в С. Это множество комплексных чисел такого вида. ГК1, ГК2 целые числа. И Омега-1, Омега-2 линейно независимо на ДР. Мы будем считать всегда, что они образуют положительный базис. То есть это два комплексных числа, мнимая часть соотношения которых больше нуля. Вот она, эта решётка. И вот на такие параллелограммы её рассмотрения делит плоскость. Что вы говорите? Да, они образуют положительный базис. То есть, чтобы из Омега-1 получить Омега-2, надо повернуть в положительном направлении. Это означает что-то вроде определителя. Мы будем всегда это считать и снабжать все решётки именно такими базисами. Конечно, по решётке базис неоднозначно определяется, но тем не менее, вот только такие будем рассматривать. Фактор группа, группа аддитивных комплексных чисел по такой решётке снабжается, превращается в топологическое пространство обычным образом, то есть множество на фактор группе, множество классов эквивалентности, называется открытым, если прообраз при проекции открыт в С, то есть если объединение всех этих классов эквивалентности открыто в С. И в таком случае она гомеоморфна произведению двух окружностей, поэтому и называется тором. Это проще всего видеть, когда решётка прямоугольная. Гомеоморфизм легко построить, если решётка прямоугольная, достаточно отождествить две стороны, мы получим цилиндр такой вертикальный, и отождествляя его, верхнее и нижнее основание, получаем самый настоящий тор, который есть произведение двух окружностей. На самом деле я не описываю структуру комплексного многообразия, одномерного на этих множествах, хотя это было бы легко сделать, а вместо этого сразу перехожу к описанию мироморфных функций. Вот вы увидите. Начнём мы с этого. Задача скромная. Вот объекты. Множество мироморфных функций на них хотим описать. Что касается M, мы будем пользоваться такими обозначениями. все мироморфные функции и F, то есть не имеющие особых точек, кроме полюсов. Ну а полюс, я уж на всякий случай напомню, это изолированная особая точка, то есть в окрестке её функция голоморфных проколотой окрестке, и предел F от Z при Z стремящемся к этой точке равен бесконечности. лучше такой полюсов. Что касается вот этого, то здесь мы не будем вдаваться в детали определений, а по определению положим, введём обозначение, вот такое, мироморфные функции на торе, ну, пока оно не определено, я по определению считаю, что это все мироморфные функции F на C, такие, что они периодично с решёткой периодов лямбда, такие, что F от Z плюс омега равно F от Z для всех Z из C и омега из лямбда. Ну и вот эти два пространства будут изучаться. Насчёт первого мы сейчас его опишем очень быстро и поймём, что это такое. Ну и тем самым у нас будет пример, как устроены мироморфные функции на компактной римной поверхности. А насчёт второго, даже существование таких непостоянных функций так сразу не очень очевидно, но мы докажем, что они есть, и установим их свойства. Итак, что такое мироморфные функции на всей расширенной комплексной плоскости? То есть это рациональные, только они утверждены. Тогда и только тогда, когда F – это отношение двух полиномов P от Z, Q от Z. Ну, конечно, Q не равен нулю Тождец. Доказательства. Справа налево ясно. В нулях Q, если они не скоротятся с нулями, то будут полюсы. Это просто из стандартных свойств галаморфных функций. А вот слева направо тут нужно понятие главной части ряда Лорана. Во-первых, давайте покажем, что множество полюсов конечно. Итак, пусть F – мироморфные функции на расширенной комплексной плоскости, тогда множество полюсов, оно не имеет предельных точек. Все его точки изолированы. Все полюсы изолированы, так что у каждого полюса есть окрестность, в которой нет других полюсов, кроме него самого. Не имеет предельных точек, следовательно, оно конечно, так как на компакте всякая бесконечная последовательность имеет предельную точку, а С – чертой компакт. Любое бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку. Оно конечно. Пусть теперь эти точки 1АН, и возможна бесконечность. Мы в каждой точке рассмотрим главную часть ряда Лорана. Пусть в С, и пусть Пжитая от 1 на z минус ажитая, главная часть ряда Лорана. Ф от z в точке ажитая. Это означает, что Пжитая полином, то есть Пжитая от z полином, причем без свободного члена, и Ф от z минус Пжитая от z, Пжитая от единицы, простите, на z минус а, ажитая, гламорфная в точке ажитая. Вот символом О я буду обозначать гламорфные функции, в точке или на множестве. Это я напоминаю, что такое главная часть ряда Лорана. она существует, единственный такой полином. АП бесконечности от z обычный полином, тоже без свободного члена, представляющий главную часть ряда Лорана на бесконечности. Вот и все, что нам надо. Вот все, что нам надо. тогда функция G от z равная разности лично, минус вот этот П бесконечность от z и минус сумма Пжитых, будет гламорфно всюду, значит, константа по теореме Лью-Вилли. Значит, ограничено, значит, ограничено на c, значит, ограниченная целая функция, значит, константа по теореме Лью-Вилли. Важно, что вычитание главной части не мешает другим, не портит в других точках поведения функции. То есть, вычитая полином, мы не нарушаем гламорфности в точках ожиты. И вычитая каждую житую функцию, мы не нарушаем других функций с номером G. Вот, поэтому получается, что мы так все особенности вышли. Ну и вот гламорфно получилось на всей расширенной комплексной плоскости, следовательно, непрерывно на c с чертой G от z, следовательно, ограничено G гламорфно на c ограничено. Значит, константа по теореме Лью-Вилли. Вот и всё. Ну и теперь понятно из этого равенства. Это, конечно, было почти наверняка в курсе ТФКП. Тем не менее, напомнить об этом, я считаю, не лишним. Сейчас мы перейдем к эллиптическим, а пока в качестве иллюстрации того, что здесь написано. Здесь написано, что рациональная функция по своим особенностям однозначно восстанавливается с точки до прибавления константы. Ну вот, в качестве примера такого восстановления, давайте, может быть, для развлечения рассмотрим такое. Итак, пример. Восстановление рациональной функции по её особенностям. Рассмотрим такую функцию. Немножко необычную, но вот она такая сумма. Единица на логарифм z плюс 2πn и всё в квадрате. По всем целым. Вот не больше, не меньше. Что такое логарифм? Это число, экспонент от которого равна z. Ну, конечно, такое число определено неоднозначно, а с точки до прибавления как раз 2πn. Но отсюда же и вытекает, что какое бы из этих чисел фиксированное мы не взяли, а сумма ряда от этого не зависит. Вот, поэтому логарифм z, любое фиксированное значение. Ряд сходится равномерно на компактах. Если отбросить конечное число членов, возможно, имеющих полюсы на этом компакте, в силу стандартной оценки. Значит, если отбросить конечное значение на всей плоскости, кроме нуля единицы, в силу стандартной оценки. А что за стандартная оценка? Ну, что модуль n-того члена не превосходит константы, делённые на n-квадрат, где константы зависят от того компакта, на котором z бегает. z равное единице я исключил, потому что среди логарифмов единицы есть нуль, и он при n равном нулю даст единицу на ноль. А больше таких эксцессов не произойдёт, потому что 2pn при экспоненцировании даёт как раз единицу, и всё, больше ничего не даст. Поэтому достаточно одну единицу выкинуть. Ну так вот, получается, что, поскольку можно константа, зависящая от k, на n-квадрат 3z из k, компакт. Но даже этот член, если его умножить на z-1 в квадрате, он станет голоморфным в точке единиц, вот тот плохой, который давал нам полюс. Поэтому ряд z-1 в квадрате будет сходиться равномерно даже на c без нуля. Значит, ряд z-1 в квадрате на f от z, даже равномерно компактах в c без нуля. Вот. Ну, тем самым мы получаем функцию голоморфным вот на этом множестве в c без нуля 1. Итак, f голоморфно на множестве c без нуля 1. Мы хотим доказать, что она мераморфна на всей плоскости. Для этого надо понять, какие у нее особенности в нуле единицы на бесконечности. Давайте поймем. Да, ну вы понимаете, как я извлек голоморфность. Логарифм надо определить локально как голоморфную функцию, не задевая нуля. На кружочке, на любом круге плоскости z, не содержащем ноль, в окреске любой точки z0, можно выбрать окресток, не содержащую ноль, и на ней определить логарифм обычным образом, например, вот с таким разрезом в направлении противоположном. Ну и здесь логарифм z равный логарифм модуль z плюс аргумент z, где аргумент меняется вот на этом интервале. Значит, если это альфа, то альфа минус p меньше аргумент z меньше альфа плюс p будет голоморфно вот в этой области d. Ну и поэтому ряд состоит из голоморфной функции. Ну уж извините, что я так подробно всё это говорю, наверное, это немножко скучно. Так или иначе, тут всё обосновано. И теперь давайте поймём, что в нуле и на бесконечно устранимые особенности, а в единице полюс второго порядка. Ну вот, значит, из оценки. Давайте напишем. Ну, напомню, что это логарифм модуль z плюс и аргумент z в общем случае. И я буду считать, что модуль z у меня больше либо равен r, поэтому можно сразу написать логарифм r вещественные части в квадрате. Плюс, ну а аргумент перекину сюда, в мнимую часть, и тут будет 2π, ну самое меньшее, модуль n минус 1. И всё в квадрате. Значит, при модуль z больше либо равно r, если угодно. Вот из этой оценки вытекает, что сумма ряда мажорируется вот таким рядом, а сумма такого ряда, поскольку он равномерно по r сходится, стремится к нулю, когда r стремится к бесконечности. Значит, f стремится к бесконечности, когда z стремится к бесконечности. Значит, вытекает, что f от z стремится к нулю при z стремящемся к бесконечности. Ну, понятно. Аналогично в нуле тоже предел 0. f от z стремится к нулю при z стремящемся к нулю. Только вместо r там ε надо написать. И z минус 1 квадрат на f от z стремится к единице при z стремящемся к единице. А это почему? Ну, потому что один есть плохой член, как мы помним, который полюс имеет тут. Когда на z минус 1 в квадрате умножим, все члены 0 дадут в пределе, а этот даст единицу. Вот. Итак, получили, следовательно, f от z имеет при z равном нулю и бесконечности устранимые особые точки. А при z равном единице полюс 2-го порядка. С главной частью уже кое-что мы знаем про главную часть. Мы знаем коэффициент при минус второй степени. С главной частью единица на z минус 1 в квадрате плюс еще минус первая степень. Ну вот, c на z минус 1. Чему равно c, мы пока не знаем. Вот это главная часть r от z. Для некоторой константы c ее можно найти. Констант c можно найти, заметив, что при замене z на одну z логарифм меняет знак. А значит, функция не меняется. f от z не меняется, если z заменить на одну z. А, да, извините, теперь применим утверждение, только что доказанное. Получим, что f от z это рациональная функция, у которой единственная особенность полюса 2-го порядка, в точке единицы, вот с такой главной частью. Значит, у нас эта главная часть и совпадает. Значит, по утверждению, точнее, его доказательству, f от z равно r от z. Теперь c можно найти из равенства. c находится из свойства f от z равно f от 1 z. Ну, надо подставить сюда, получается, c равно 1. А сама функция, значит, получается, c равно 1, и f от z равно z деленное на z минус 1 в квадрате. Вот мы восстановили рациональную функцию по ее особенности. И получили тем самым очень нетривиальное равенство. вот именно, что вот это равно z деленное на z минус 1 в квадрате. Давайте я напишу в такой более, значит, значит, полагаю, z равное 1 на 2π логарифм z. Ну вот давайте вместо логарифма z напишем 2π z. Новую переменную введем z по этой формуле. Значит, имеем, перепишем равенство, ну вот только что доказанная сумма, 1 на логарифм z плюс 2π n в квадрате, это z деленное на 1 минус z в квадрате. В виде, на самом деле легко догадаться, какой вид. Если теперь это сюда подставить, e в степени 2π z, то это почти синус. Вот, ну и отсюда π выскочит, ну, синус будет πz, отсюда π выскочит, вот эта двоечка, и в итоге равенство будет такое. Сумма хн целым, 1 на z плюс n, и все в квадрате, равно π квадрат на синус πz, и все в квадрате. Как видите, мы практически без вычислений, и по существу только из общих соображений. Да, это верно, для всех z не целых. Ну, понятно, почему z не может быть целым. Это как раз случай, z равное нулю, вот, и он исключён. Значит, это верно, для z не целых. Вот получили такое тожество, оно нам пригодится, когда будем изучать врождение эллиптических функций. Вот сейчас именно через него возникнут солитонные решения. А пока дальше давайте теперь к эллиптическим функциям перейдём, то есть к функциям мироморфным, вот, из пространства эмоция 0. Значит, второй пункт. Давайте так назовём определение свойств эллиптических функций. Ну, определение очень простое. Эллиптическая функция f, мироморфная на всей плоскости, называется эллиптической, если она не равна тождественной константы, и двоякопериодичной. То есть в наших обозначениях, вот, которые мы себе позволили ввести, принадлежит эмоция 0 для некоторой решётки лето. Какие же свойства? Значит, ну, чтобы их сформулировать, давайте введём параллограмм, фундаментальный параллограмм пи. Он по определению вот что такое. Некоторая точка зад 0 берётся, и к ней прибавляется t1 омега 1 плюс t2 омега 2, где t1, t2 от 0 до 1. То есть вот что происходит. Вот у нас есть омега 1 и омега 2, мы берём какую-то точку z0, это 0, и строим соответствующий параллограмм пи. Он и не открытый, и не замкнутый, то есть у него часть границы входит, часть нет. Это делается для того, чтобы при факторизации, когда будем тор склеивать, образ этого множества взаимно однозначно покрыл тот самый тор. То есть часть границы включена, часть исключена. Вот так это сделано. Это определение. Это определение фундаментального параллограмма. Ну и вот, поскольку любой фундаментальный параллограмм покрывает взаимно однозначным образом весь этот тор, то множество полюсов нашей периодической функции на фундаментальном параллограмме оно, количество их не зависит от выбора z0, называется порядком эллиптической функции определения. Число полюсов f в пи с учётом кратности не зависит от выбора. z0 называется порядком эллиптической функции. Ну вот теперь свойства утверждения 2. Раз уж я стал нумеровать, то утверждение пусть будет утверждение 1, а это теперь следующее 2. Свойства такие. Пункт А. Эллиптические функции порядка 0, это константы, и только они. теоремы или улили. А надо сказать, извините. А, да-да-да, извините. Вот так. Порядком, давайте, не эллиптической, а функции f отсюда. Здесь есть и константы тоже. А здесь я просто напишу функции из этого пространства порядка 0, это константы только. Да, константы не хочется называть эллиптическими функциями, так и не делают. Пункт В. Ещё хуже дело обстоит с функциями порядка 1, их вообще не существует. Не существует. Не бывает. Пункт С. Да, всех остальных порядков существует, и мы их построим и будем изучать. Пункт С. Любое значение А из расширенной комплекции плоскости принимается, ну, в том числе и бесконечность, принимается функцией f из этого пространства в параллограмме p, в любом основном параллограмме p одно и то же число раз, с учётом кратности. Ну, то есть если порядок функции равен 2, например, то любое значение принимается два раза с учётом кратности. Ну и последнее утверждение, которое по сравнению с рациональными функциями выглядит довольно неожиданно, оно состоит в том, что не в любых точках могут быть нули и полюсы, а именно если А1, АН все нули f в π с учётом кратности, то есть каждый повторяет столько раз, какова его кратность. А b1, bn n это порядок, разумеется, согласно пункту С. Все полюсы f в π это с учётом кратности, то их разность принадлежит решётке. Сумма ажитых минус сумма bжитых, вот такое комплексное число, нули минус полюса, сравнимо с нулём по модулю решётки, то есть принадлежит решётке. Доказательства. Пункт А это собственно теорема Леувилля. Нет полюсов, значит целая функция. Периодическая, значит ограничена на всей плоскости, значит константа. Пункт b. Сначала заметим, что сумма вычетов любой функции f по всем полюсам в π равна нулю. Вот такая лемма простая. Любая периодическая функция, сумма её вычетов по всем полюсам равна нулю. Почему? Потому что она равна единице на 2π на интеграл, и если, значит доказательства, если на границе параллограммы π нет полюсов, то эта сумма вычетов равна единице на 2π интеграл по границе π f от z d z. Ну а в силу периодичности интегралы по противоположным сторонам параллограммы π сократят друг друга. Понятно. Вот. И поэтому погружу в силу периодичности. Вот. Если же на границе полюсы есть, вот на той части, которую мы добавили, то надо немножко, ну их конечное число, и всегда можно немножко сдвинуть так, чтобы их не стало. Вот. Ну и применить уже к сдвинутому. Вот. Получится то же самое, потому что мы ничего не потеряли. Вот. Таким образом вот утверждение здесь доказано. Вот. В качестве частного случая отсюда вытекает, что не может быть только один полюс первого порядка. Потому что если бы такое было, то единственный вычет в нём должен был бы равняться нулю. Других-то нет. Вся сумма к нему сводится. Значит, такого не бывает. Это пункт b. Значит, следовательно, если f имеет в π только один полюс первого порядка, то вычет в нём равен нулю противоречию. Противоречию с определением вычета. Вот. Пункт c тоже легко следует отсюда, из принципа аргумента. Разность между числом нулей и числом полюсов функции f от z минуса равна по принципу аргумента ну, интегралу по границе от f' на f. f' на f тоже эллиптическая. Вот. Она тоже периодическая. Ну, значит, ноль. Вот. Значит, получается то, что здесь говорится, что число нулей равно числу полюсов. то есть пункт c для f от z минус a, ну, если a конечное число, разумеется, что у нас имеем число нулей, f минус a, минус число полюсов, единица на 2π, и фитеграл f минус a' d z равен нулю в силу вот этого. Ну, что, собственно, и требуется. Пункт d. А здесь немножко похитрее, потому что вот эта сумма, она равна уже вот чему. сумма аж это минус сумма джитых, она равна единице на 2π интегралу от z, f' от z. Это, в принципе, это теорема Каши о вычетах. Ну, дело в том, что какие особенности у этой функции? У нее полюс первого порядка в каждом нуле f и в каждом полюсе f. Ну и вычет в нем равен в нулях ажитое, а в полюсах бжитое. Ну и получается вот это утверждение, то есть по теореме Каши о вычетах. А вот это уже немножко, с этим уже немножко хитрее, потому что тут под интегральные функции уже не периодично из-за z, из-за множителя z. Но, тем не менее, она недалеко ушла от периодичной, и давайте мы это сейчас учтем и получим то, что здесь говорится. Значит, вот нам надо доказать, что это принадлежит решетке Лианди. Ну, сейчас так и сделаем. Вот рассмотрим, скажем, верхнюю и нижнюю стороны от z0, вот эту, z0 плюс. Вот это и это. Сумма интегралов по этим двум сторонам равна вот от этой функции, значит, интеграл от z0 до z0 плюс омега 1 минус, да, интеграл от z0 плюс омега 1 до z0 плюс омега 2 нашей функции. Что же получается? Получается, первый интеграл мы так и оставим, а второй запишем, новую переменную введем, z равно z плюс омега 1. Извините, я неправильно написал, тут омега 2, потому что вот так. Значит, z плюс омега 2. Вот, ну и получится интеграл от z0 под z до z0 плюс омега 1, а теперь вместо z я должен написать z минус омега 2. А я потом умножу на него, то есть пока я без этого, да, без этого множества. а в f' можно не писать минус омега 2, потому что f периодично, как f'. Вот, и получается вот такое. Да, ну и теперь видно, что вот это с этим сокращается, и остается омега 2 на интеграл уже от производной. Вот, а чему это равно? А это равно по принципу аргумента, да, вот теперь уже омега 2 на, ну я так напишу, на 2πn2, где n2 это единица на 2π, и, ну понятно, мы мысленно подставляем, что это производная от логарифма, да, и, значит, двойная подстановка логарифма, логарифм модуля f даст 0, а логарифм, а мнимая часть аргумента даст изменение аргумента, поэтому и сократится, изменение аргумента по отрезку z0, z0 плюс омега 1, и f функции f. Вот, а это число, оно целое, потому что f в одинаковое значение в концах отрезка принимает, и аргументы, значит, там отличаются на целое кратное 2π. Вот так оно и получается. Вот, таким образом мы видим, что единица на 2π сумма интегралов, да, как раз n2 на омега 2. Ну и аналогично по вот этой стороне тоже, вот аналогично вот эти, получается омега 1 на 2π на n1, где n1 целое. Вот, складывая всё, получаем, что это из лямбды. Вот, значит, вот так получается это доказательство. Вот последнее, самое нетривиальное, хотя оно несложно, но вот получается, что это n1 омега 1 плюс n2 омега 2. Вот, а вот это вытекает из совокупности наших двух замечаний. Не любые, получается, точки можно предписать в качестве нулей и полюсов эллиптической функции, в отличие от рациональной. И вот поэтому теория функций на торе сложнее, чем на сфере, а когда перейдем на более сложные, где еще больше гламорфных один форм, то там будет еще больше ограничений. Вот. Ну и вот, но пока мы движемся дальше. Итак, третий пункт. Примеры нам нужны. Значит, ну по функции построим. Значит, определение свойств по функции Верштрассы. Начнем с ее производства. Ряд f от z по определению равный сумме по всем омега из нашей решетки минус двойки на z минус омега в кубе. Вот такой ряд рассмотрим. Лямбда – это наша решетка. Минус двойка там стоит, потому что я хочу проинтегрировать, чтобы у меня после интегрирования не было коэффициента. Вот. Ну и вот. Вот этот ряд. Значит, я утверждаю, что он сходится равномерно на компактах в c. Ну, если отбросить те слагаемые, у которых на этом компакте полюсы. Значит, если отбросить конечное число членов. Ну, почему? По простой оценке, единица на модуль z минус омега в кубе не превосходит… то есть вот у нас есть граница параллограмма гамма n, тут ноль, тут вот какой-то компакт k, по которому бегает точка z. Ну и гамма n – это множество k1 омега 1 плюс k2 омега 2, где k1, k2 целы и максимум… А, ну, можно даже так написать, что максимум из модуля k1 и модуля k2 равен n. Пусть входит вся граница. Вот это гамма n. Так вот, расстояние до нее от точки z, конечно же, растет как n на расстояние до гамма 1, ну, если z совсем близко к нулю. А, да, это не превосходит единицы на модуль омега пополам в кубе при модуле омега больше, чем максимум… Двух максимумов модуля z по z из k. Ну и осталось доказать, что ряд суммы единиц на омега в кубе сходится. Вот, а это делается такой оценкой сумма единицы на омега в кубе по всем омега из лямда. Это сумма по n от единицы до бесконечности сумма единицы на омега в кубе по гамме. Да, все-таки мне тогда надо написать, что k1 и k2 цены, раз уж я суммирую по этим вещам. Вот, ну а здесь это модуль этой величины больше либо равен, значит, превосходит 8n на nh в кубе, потому что на гамме n ровно 8n точек лежит. Вот, число точек на гамме n – 8n. По индукции легко это проверить. Вот, и каждая из них оценка будет вот такая, где h – это расстояние от нуля до омега до гамма 1. Ну а это меньше бесконечности, значит, где h – это расстояние от нуля до гамма 1, до вот этой границы параллограммы гамма 1. Вот, собственно, все доказательства. Ну оно такое простое, отсюда вытекает, что φ голоморфно, ну и, конечно, периодично. То есть догадаться до такой функции можно было бы по аналогии с синусом, который у нас был на первой половине. Помните, мы вывели формулу для синуса, вот, разложения в ряд простейших дробей. Мы могли бы и не знать, что есть синус и что он вот так представлен. А прямо, если бы нас просили построить функцию с одним периодом, написать этот ряд и сказать, вот вам пример. Но там-то ситуация гораздо проще, там можно было бы и целую функцию построить с одним периодом. А в эллиптическом случае, как мы видим, целых эллиптических функций не бывает, обязательно полюсы есть. Более того, полюсы должны быть минимум второго порядка в сумме, вот так что вот. Ну вот, итак, следовательно, φ, мераморфная функция на С, ну и даже и ясно, что она периодично. Если заменить z на z плюс омега 0, то понятно, что сумма практически не изменится, сдвинуть надо омегу и получится. Вот, при этом φ имеет единственный полюс третьего порядка. Ну, дальше, следовательно, да, а также нечетно. Это тоже ясно, да, надо подставить минус z, вынести минус, вот, и следовательно, тем самым функция... Вот теперь пишем p-функцию, p от z, она равна по определению 1 на z квадрат плюс интеграл от 0 до z, φ от z. Мы берем φ от z и вычитаем слагаемое с сомега равное 0, то есть плюс 2 на z в квадрате до z. Интегрируем по любому пути, соединяющему 0 и z. Вот, скажем, наша решетка, ну и так далее. Где бы точка z ни находилась, мы можем соединить каким-нибудь путём, но можно отрезком, а если на отрезке вдруг возникла особая точка, то можно её обойти с любого конца, потому что вычет равен 0 и интеграл по маленькой окружности вокруг любой особенности 0. То есть в качестве контура интегрирован можно брать всё, что угодно. Значит, функция будет тоже мироморфной на z, ну и уже отчётно. И она равна вот эта хорошо известная формула сумма. Ряд будет сходиться равномерно. Сумма по омега из лямбда штрих единица на z минус омега в квадрате минус единица на z квадрат. Омега квадрат, простите. Это вот по формуле Ньютона и Лейбница проинтегрировали. Лямбда штрих это лямбда без н. Да, так вот, она и уже чётна. Значит, понятно, что вот из этой формулы, которая только что написана, видно, что она чётная. При замене z на минус z не меняется. Значит, периодичная, потому что отсюда легко вывести периодичность. Следовательно, для любой точки омега из лямбда имеем p от z плюс омега минус p от z. Так как производная от этой функции равна нулу в силу периодичности φ, вот, ну и константа равна нулю, если подставить z равное минус омега по полу. Вот они определение свойств. Итак, вывод. Функция p от z. По омегу из лямбда штрих периодична. Мироморфная на циркуль лямбда чётная, имеет порядок 2. Единственный полюс при z равном нулю в π, если считать, что параллограмм с нуля начинается. Да, и при этом для любой точки, значит, продолжаю дальше свойства, дальнейшие свойства, значит, ещё свойства. Для любой точки А из С множество прообразов по минус 1 от А состоит из точек плюс-минус z0, из двух точек, отличающихся знаком, вот, из двух точек в π, совпадающих только при только при z0 равном омега 1 пополам, омега 2 пополам и омега 1 плюс омега 2 пополам. Ну вот, под π я здесь понимаю параллограмм, начинающийся с нуля. Давайте эти важные точки, они в общем случае с точками Легштрасса тоже сейчас опишем. Значит, вот наш параллограмм, омега 2, ну и мы смотрим прообраз какой-то точки. Да, вот здесь полис второго порядка, значит, и полис второго порядка. Вот. Вот рассмотрим какую-нибудь точку здесь. Тогда, где прообразы, вот эта z0, где её образ обозначим А, да? p от z0 равно А. Тогда ещё раз должно приниматься в параллограмме значение А, потому что порядок p-функции равен 2. Где оно, второе значение? Ну вот, понятно, где. Надо рассмотреть минус z0, но оно вышло за пределы, да, минус z0 вышло за пределы параллограммы. Значит, надо сдвинуть, это всё равно, что отразить относительно центра. вот, да, вот так вот. Вот второй прообраз z1. Вот. Ну вот. А когда, для каких точек это приведёт к равенству z равно z1? Вот. Только вот для этих. Омега-1 пополам. Вот это полусумма этих. И тут омега-2 пополам. Вот. Следовательно, равенство z0 равно z1, тогда и только тогда, когда z0 вот такая. вот. Ну и значение, да, это три нуля функции. Отсюда видно, что эти значения принимаются с кратностью 2. значит, значение e1, e2, e3, вот это, принимаются с кратностью 2. Понятно, вот отсюда это вытекает. Следовательно, это нули p' то есть вот той функции φ, которая была. вот это нули p' и все еиты различны. Понятно, что они не могут совпадать, потому что если бы два из них совпали, то значение четырежды бы принималось всего, а это невозможно. Значит, вот свойства p-функции. Ну, пора описать все эллиптические функции. Это, на самом деле, рациональные функции от p и p'. Но p и p' сами связаны с соотношением. Я немного пропустила. Почему это нули и p'? А потому что они кратные. Кратные нули, да, нуль кратности 2 в самой функции, это значит, что производная там обращается в нуль. Ну и понятно, что p' имеет нуль кратности единицы, уже простой нуль. p' функции порядка 3, и у нее три простых нуля. И вот мы их все видим. Вот они нам все попались. И так давайте опишем все эллиптические функции. Следующий пункт, четвертый. Описание. Вот утверждение 3. Всякая четная эллиптическая функция, всякая четная функция f имеет вид r композиции p для некоторой рациональной функции p. То есть любая четная эллиптическая функция, рациональная функция от p функции. Доказательство на самом деле простое. Значит, в силу четности, если z0 0, нуль, ну там полюс, для нулей полюсов все одно и то же, порядка n, то минус z0 тоже 0 в полюс, порядка n. А если при этом z0 сравнимо с минус z0 по модулю решетки, то n четно. Это ясно из формулы, что k-тая производная функция f в точке минус z0 равна минус 1 в степени k на k-тую производную в самой точке z0. Из четности функции вытекает, что ее производная нечетна, вторая производная четна, ну и так далее. Вот они мигают. Ну и отсюда видно, что если есть нуль какого-то порядка, то в симметричной точке будет нуль того же порядка. А если при этом точка совпадает, z0 равно минус z0, то получается, что все нечетные производные равны нулю, и значит номер первый ненулевой производный четен, значит n четен. Это к тому, что все нули и полюсы живут парами. Их можно разбить на пары, значит, следовательно, нули f имеют вид a1 на k минус a1 минус a1, а полюсы b1, bk минус b1, минус bk. Ну вот какие-то из них могут совпадать, то есть там b1 может совпадать с минус b1, но, естественно, эти с этими, конечно, не могут совпадать. Вот нули с полюсами. Вот. Для некоторых точек параллограмма π. Вот. Тогда функция... Давайте рассмотрим g от z, равная по определению отчима. Произведение p от z минус p от ажитых на произведение p от z минус p от b житых. Все произведения mpj от единицы до k. Вот такая функция имеет ровно те же нули и полюсы, что f так получается. Ну где у нее нули? Там, где кто-то из этих обращается в нуль. А это плюс-минус ажитое. А где у нее полюсы? Ну плюс-минус божитое. При этом еще важно, вот почему мы числитель обязательно должны написать, чтобы в точке решетки... Да, здесь считаем пока, что ни одна из этих точек не лежит на лямбле. Значит, вот. Допустим, что ажитое, бжитое не принадлежат решетке. Мы считаем, что эти точки не принадлежат решетке. Нули f и полюсы f в π, естественно. Это в партлограмме периодов. Так вот, тогда эта функция не имеет особенностей в точках решетки и имеет те же самые нули и полюсы, что и f в π. что и f. Следовательно, g от z на f от z отношения эллиптическая функция... Нет. Это периодическая, да, лямблопериодическая функция без нулей и полюсов не имеет ни нулей, ни полюсов. Значит, она, как здесь, равна константе. По теории, мы увидели. Ну и тем самым доказано. А если это не выполнено, значит, одна из точек... Ну, только одна может лежать на лямбде, конечно. Если одна из точек ажитое лежит в лямбде, то оказывается, что надо просто вычеркнуть соответствующий множитель, и тогда всё будет в порядке. Вот это оставляю вам проверить. Надо вычеркнуть соответствующий множитель. Что предельное такое вот значение даст всё, что надо. Ну, пример. Давайте рассмотрим функцию p' в квадрате. Чётная эллиптическая функция. Значит, чётная. Единственный полис шестого порядка за травмом нулю. Три нуля второго порядка в точках омега-1 пополам, помните, да, там омега-2 пополам, значит, три нуля второго порядка в точках омега-1 пополам, омега-2 пополам и это. рассмотрим функцию рассмотрим функцию p-e1, p-e2, p-e3. У неё те же нули и те же полисы. Те же полюсы, ну, то есть тот же полюс, те же нули и тот же полюс. Следовательно, они совпадают с точностью до константы. Константу легко найти, она равна 4, ну, что видно из разложения p-функции в ряд в нуле. Ну, вот. p от z это единица на z квадрат плюс и так далее. p штрих от z это минус 2 на z в кубе плюс и так далее. Следовательно, если мы теперь сравним при минус шестой степени, то получим c равно 4. Вот. Ну и обычно уравнение для p-функции. Таким образом, вот мы описали все мироморфные функции периодически с данной решеткой периодов. Ну, обычно это записывают в виде 4p в кубе минус g2p минус g3, где g2 это. Я уже это скажу. Ну, то есть я доказал вот эту формулу. А теперь я просто, тут 60 и 140, такие забавные коэффициенты. вот сумма омега в минус 4, тут сумма по омега из ландыш 3 омега в минус 6. Ну, я уж не буду приводить вывод вот этой формулы, потому что, ну, это на самом деле несложно. Тоже с коэффициентами ряда лорана проделывается. Вот. Ну и чтобы на этом уже закончить, к сожалению, я не успею сказать про солитон, потому что для этого надо про вырождение поговорить. Функция, задающая солитонное решение, уравнение карт-вега де Фриза, является вырожденной П-функцией. И мы, ну, вот именно для этого и говорили про синус и так далее. Но это придется уже сделать в следующий раз. А пока я просто констатирую, что множество нероморфных функций на Сфальямда изоморфно множество рациональных функций от x, y, где x, y, связанные соотношением y квадрат равно 4x кубе минус g2x минус g3. Вот это римная поверхность, ассоциированная с этим. Вот эта алгебраическая кривая задает римную поверхность, ассоциированную с соответствующим решением. Но подробнее сказать об этом уже придется в следующий раз. А на сегодня мы так вот, вопреки моим планам, должны закончить.